Рейды сотрудников ГИМС стартовали ещё в январе. Небольшой перерыв по проверкам причалов произошёл в период проведения игр. Теперь работа по техническому освидетельствованию баз стоянок для маломерных судов возобновилась. Этот причал готов предоставить все необходимые документы в любое время, говорит Евгений Мартыненко. Опытный матрос-спасатель не понаслышке знает о важности соблюдения правил безопасности. «Безопасность гостей, конечно, для нас очень важна. Со стороны ГИМС постоянно проверки у нас. У нас всё в порядке, всё хорошо. Мы постоянно следим за состоянием наших плавсредств, закупаем запчасти, ремонтируем, обслуживаем их, чтобы в дальнейшем не было никаких проблем». На этом причале находится шесть плавательных средств. Осмотр начинается с проверки всех правоустанавливающих документов, а также необходимой служебной документации, в которой сотрудник, отвечающий за содержание и эксплуатацию, должен записать всю информацию о состоянии водной техники. Затем инспекторы проверяют оснащённость причала спасательными средствами и пожарным оборудованием. И при необходимости дают советы. «Обязательно должно быть леверное ограждение. То есть, безопасность здесь ремонта?» «А сюда спускают?» «Смотри, какие-то определённые участки, либо та сторона должна быть закрыта. Ну, должно быть так. Ты открыл, спустили, закрыли, и у тебя человек даже, который пришёл, случайно зашёл, не упадёт, ничего. И внизу точно так же леверное. Там достаточно сантиметров 90 и всё». В зоне ответственности сочинского инспекторского отделения находится 45 причалов. Они расположены от Головинки до гостиницы «Жемчужина». Около 20 баз уже прошли подобную проверку. «Эксплуатироваться ориентировочно в этом году будет не более 35-37. У остальных там либо реконструкция, либо капитальный ремонт. На данный момент проведено техническое освидетельствование, допущенное к эксплуатации 17 причалов и баз стоянок». А это значит, что с этих причалов маломерные суда уже могут выходить в море. Те же стоянки, которые по каким-либо причинам не смогли пройти освидетельствование, должны устранить недостатки и проинформировать о готовности повторного инспектирования. Осмотр причалов сотрудниками ГИМС продлится до середины мая. Всего по Большому Сочи техническое освидетельствование должны пройти порядка 140 баз стоянки для маломерных судов. В случае их ненадлежащего содержания ответственному лицу выписывается административное постановление и штраф.